Когда-то в этом здании был трактир, потом военный госпиталь. Сегодня же здесь располагается современное медицинское учреждение, филиал Первый горбольницы. Глава региона Алексей Смирнов оценил внешний вид здания. Строителям удалось сохранить его исторический облик, фасад, бирюзовый цвет стен и старинную лестницу. Дом перекрытий, это все деревянное. Дому 145 лет. И полностью был демонтаж, остался только корпус. Полностью был демонтаж и полностью внутренний монтаж кабинетов, сантехники, вентиляции, электрической проводки. Внутри же все современное. Удобная входная группа, регистратура. Кстати, теперь врачам не нужно работать с бумажными картами пациентов. Вся информация об истории болезни хранится в единой электронной системе. Установили и новое рентгеноборудование. Конечно, после использования пленочного, перекрыть на цифру, это небо и земля. Также в поликлинике установили современные флюорограф и маммограф. Их, как и рентген, закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Мы теперь можем дифференцировать на ранних стадиях заболевания молочной железы, потому что снимочки сразу получаем на экран, на компьютере. На втором этаже сделали дневной стационар терапевтического профиля на 20 мест. Общий объем финансирования ремонтных работ составил около 140 миллионов рублей. Работы провели благодаря нацпроекту здравоохранения. Уже в понедельник, 15 июля, филиал Первой горбольницы начнет принимать пациентов. Она не имеет структуру предыдущей поликлиники. Это структурное подразделение больницы номер один. То есть это часть подразделений, часть отделений, часть функционала, какая-то дублирующая часть функционала Первой поликлиники. Сейчас у нас приоритетно это профилактическая медицина. Это диспансеризация всех видов, это профилактические осмотры всех возрастов. У нас осталась с вами поликлиника БСМП. И у нас есть планы по строительству новой поликлиники в северо-западном округе. У нас есть площадка рядом с пятой поликлиникой, находящейся. И тем самым мы полностью закроем северо-западный округ новыми поликлиниками. При осмотре медучреждения глава региона Алексей Смирнов поручил рассмотреть возможность организовать во дворе поликлиники сквер и установить памятник Николаю Короткову. Екатерина Илюхина, Алексей Еременко. События дня.